Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Виновные найдены сразу Евреи, коммунисты и тому подобное Людей гонят колоннами По центральным улицам города По коридорам Которые представляют собой Коридоры из виселиц Когда меня везли Мимо проспекта мира Там висели люди Это я очень помню Я плакала Ничего она не говорила Она тоже плакала Это территория из 9 складских помещений В советское время Здесь располагалась войсковая часть В которой хранились Все тлерийские И оружие, и боеприпасы Поэтому они получили в народе Название пороховые склады Сгоняют людей Вот в эти бараки Это документ В чрезвычайной комиссии По расследованию злодеяний Немецко-фашистских оккупантов Во время Второй мировой войны Конкретно По унистажению Наших граждан Еврейской национальности В 45-м году На Нюрнбергском процессе Рассказывает Офицер Румынской армии Который руководил Вот этой операцией По унистажению евреев Я буду говорить Прямой речью Я получил команду Расстрелять Уничтожить Вот этих людей Которые забиты Буквально в течение Несколько дней Их забивали в эти склады Мои солдаты Начали стрелять Не получалось Потому что Человеческое тело Имеет способность Не пробивать пулю насквозь Попросил прислать сюда На автомашины С горючей смесью Обливают это все Горюче-смазочными материалами И поджигают И сжигают Людей живем Здесь погибло 25 тысяч человек Обвалилась стена И несколько человек Успели удрать И рассказывает Офицер этот Что Наверху В этих складов Были маленькие Такие окошко Вентиляционное окошко И родители Начали выбрасывать Своих детей А солдаты мои Стреляли Кто больше Сумеет Убить Рассказывают местные жители Что запах Человеческого мяса Был слышен Тут 7 километров до города Офицер Рассказывать Рассказ slut Гораз Д民 прошает как это тоже называют, в Одесса, то я сказал, где был город? И мы пошли, немного из-за города, но в доме, в доме, и мы пришли на крупный парк, гаражей, милл-контейнер, милл-плейтер-парт, две, три датча, и на самом деле, В этом целом, в целом, в этом ремне, что ремня, что цена СССР, в днице ангиба жидко-обтер, в котором были первые жидко-обтеры. И я всегда была очень интересной связи с кандидатом. Когда я была в Украине, я написала ей ночь, чтобы я не знала, что это не знал. И она сказала, что я тоже не знал. Но я поддерживаю вас в том, что вы делаете, чтобы это видеть. Гарады были уже обрисаны. Они были тоже иллюгальны. Ваши машины были исчезаны. Есть первые архитектные исследования. И я надеюсь, что этот город будет выглядеть, чтобы он был виден. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В 19-х годах были загнаны 25 тысяч. Это были евреи, это были дети, это были старики, это были женщины. Ну и, кроме того, еще были солдаты и моряки, которые не успели уйти вместе с армией, которая была эксплуатирована в Крым. Здесь буквально за одну ночь были поражены вот эти... Такое вот большое количество людей. И мы знаем из данных документов, что актом чрезвычайной комиссии, которая избирала злодеяния румынско-немецких опубликантов на этой территории. Мы читали, мы знаем о том, как это все было, что практически невозможно было расстрелять такое количество людей. Поэтому была дана команда из управления, которое находилось в Игуранце, которое находилось в Игно-Морозливской. Была дана команда, пригнали сюда бензовозы, колючая смесь, шлангами обливали румынские солдаты вот эти все здания и потом поджигали. Люди кричали, и люди, которые 7 километров до центра города говорили, что рассказывали, что это была жапа человеческого мяса и дым, такой удушающий. Был целый месяц буквально на территории центральных улиц города Греции. В 87-м году стало известно, проводили канализацию водопровод, чуть выше у дома номер 13. И когда экскаваторами посыпались, извините, посыпались кости, черепах, детские игрушки. Это был ужас. Вот в 87-м году стало известно то, что здесь происходит. Потому что здесь у нас жил прораб военный в нашем городке, он умер уже. Майор Волошин. И когда они по плану городов должен был идти вот такими полукольцами, здесь, вот так, в 3 ряда. И когда солдаты начинали рыть леный фундамент, они говорили, товарищ майор, пусть. Он говорил, засыпать, отойти в сторону и ищем еще дальше. А сожженных, они, по свидетельствам жителей вот двух этих второв Кубаев, как Дмитриев, они не закапывали. Вот они присыпали землей, чтобы не дымило, и все, пригребали. Вот так оно и происходит. Понимаете, когда говорят, что живешь на страшной территории, на жуткой территории, ужасом, а где это? Площадка, вот мы считаем, что обязательно нужна, потому что вот в таком виде, как есть эта территория, но это мне очень приятно. Я живу в этом доме, зачастую, вот здесь ухожу, и очень часто люди, которые приезжают, видимо, уехали за границу, да, и приезжают вот сюда почтить память. И вот они так смотрят, с таким, ну, знаете... Ну, мы всегда подчеркиваем, что на памяти написано не евреев, а написано советских граждан, потому что тогда еще власть была полусоветская, полуукраинская. И нам не разрешили, просто сказали, если на птичке евреев мы вам не разрешили. Ну, и мы написали советские граждане. Безусловно, сквер памяти нужен. Это даже не обсуждается. Все жители нашей леса. Сквер, безусловно, нужен. И я рада тому, что воспринимается желание, пожелание тех, кто здесь живет со стороны представительного города. И я рада тому, что это так гармонично, безусловно и неудачно против этого сложного частью истории. Мы помним о вас. Мы действительно... То, что мы сегодня здесь, и то, что Мария Луиза здесь, и то, что немецкая общественность занимается этим вопросом, это говорит о том, что мы действительно помним. И это важно. Это важно уже для нашего поколения, это важно для наших детей, для наших внуков, потому что забывать такие вещи нельзя. А урок — это тогда, когда ты помнишь, что было, тогда ты стараешься, что плохое больше никогда не попадаешь. Для того, чтобы убить такое количество людей буквально за два года, это каждый день надо было с утра до вечера стрелять, засыпать. От 12 до 15 миллионов евреев проживало на земном шаре. 6 миллионов погибли. И из этих 6 миллионов миллион 600 тысяч — это украинские граждане. И не требования, чтобы украинские граждане визуны, чтобы украинеться в памяти, в образе уволок. Парифье, конечно, возможно, украинские граждане украинцы вне с того, чтобы их внуковые Essaу не были. Они очень просты, что там есть место, или аж какой-то фрид-шоп. Мы не смогли найти названия, но вертолёты от жителей. Она очень важна в Ютубе, потому что в Ютубе, так и в Ютубе, как у нас, не может быть в бензе, не может быть вверху, после смерти.